На главной арене Дворца спорта «Триумф» прошло открытое первенство Центрального федерального округа по самбо. Соревнования такого уровня в Люберцах проводят уже десятый раз. За зрелищными поединками наблюдала наша съемочная группа. Парад участников соревнований и приветствие почетных гостей. Спортсменов приехали поддержать известные самбисты, для которых путь в большой спорт начинался, как и у большинства этих ребят, со школы. В этом возрасте, на первенстве Центрального федерального округа, я никогда не был даже призером. Но в дальнейшем, благодаря терпению, я добился и звания чемпиона мира, чемпиона России. Тут собрались сильнейшие спортсмены. Для каждого участие на первенстве Центрального федерального округа – это большой опыт и шаг к будущим победам. Ну а для того, чтобы что-то получилось у ребят, у них должен быть хороший рабочий настрой. Они должны вспоминать все то, что делали со своими тренерами дома, на домашних тренировках, на каких-то промежуточных соревнованиях. И если, конечно, сегодня тренер с этими спортсменами рядом, конечно, слушать его наставления и вместе идти к победе, к первому месту. За призовые места боролись 185 спортсменов. Самбисты представили Владимирскую, Липецкую, Смоленскую и Ярославскую области. Всего 12 регионов. Команда из Подмосковья – самая многочисленная. До конца, вот отсюда встань сразу. С ногами встань, ногу прихвати. Дмитрий Макаров выступает за Королёв. Усердные тренировки и умение слышать наставления тренера во время схватки дали результаты. Противник был сложный. Я одержала победу удержанием. Это было самое тяжёлое. На ковре за призовые места боролись спортсмены 11-12 лет. Для них это знаковые состязания. Эти соревнования являются своего рода пиком для этого возраста. И, конечно, 11-12 лет – это тот возраст, где спортивный результат не стоит ещё на первом месте. Это ребята, которые, по сути, только начинают соревновательную деятельность. Первенством Центрального федерального округа для юных самбистов завершился соревновательный сезон. Следующие состязания пройдут осенью. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.